1285 случаев заболевания корио зарегистрировали в Украине с начала года. 856 из заболевших дети в связи со вспышками вируса в школах Киева и Одессы ограничили посещение занятий для детей, у которых нет прививок. В связи со вспышкой заболевания корио в киевских школах проверяют, у всех ли учеников есть прививки. Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, паратита. В этой киевской школе от кори не вакцинирована десятая часть школьников. Всех отправили делать прививки. Каждая карточка проверяется на наличие формы 063. В нее записаны все данные про прививки. Мы выписываем их и заносим в базу. Так мы владеем информацией по каждому классу. Про корь говорят даже на занятиях. Учителя рассказывают детям, как защитить себя от вируса. Во-первых, не боятся соблюдать правила гигиены, мыть руки, проветривать помещение. Вспышки заболевания корю сейчас регистрируют в Великобритании, Польше, Италии, Германии. В Румынии в прошлом году от кори умерло 37 человек. Заболели более 12 тысяч. Именно оттуда, считают в Министерстве здравоохранения, вирус пришел в Украину. Корь пришла к нам из Румынии, где есть проблема с вакцинацией. За 12 месяцев в Украине было 4782 случая кори. Большая часть заболевших – это дети. 86% из них не были привиты согласно графику вакцинации. Надо помнить, что лечения кори не существует. Единственная защита – это вакцинация. Болезнь опасна осложнениями, среди которых глухота, слепота и менингит. Чтобы переубедить противников прививок, активисты Украинской общественной организации, родители за вакцинацию, запустили в социальных сетях флешмоб. Информация от экспертов, от медиков. Они пишут, что я врач, я педиатр, я инфекционист. Я прививаю своих детей. Вот доказательства, вот карточка, вот фотографии, когда я делаю. Только за последние две недели в Киеве заболело корью 87 человек. Для сравнения, точно такое же количество больных было зарегистрировано за весь прошлый год. За последние четыре дня в поликлиниках Киева вакцинировали более 10 тысяч человек. Прививочные кабинеты работают даже в выходные дни. В связи со вспышкой заболевания корью в Киеве чиновники приняли решение. На занятия в школы и детские сады будут пускать только от тех детей, у которых есть все прививки. В школе сказали, что нужно сделать повторную прививку, обязательно у кого-нибудь повторные прививки. В школу лучше не приходить. Я учитель, я не смогу выгнать ребенка из школы, я точно не смогу закрыть дверь перед ребенком. Единственное, что мы делаем, медсестра осматривает ребенка. Если признаков заболевания нет, ребенок здоров, она допускает до занятий. В Министерстве здравоохранения сообщают, вакцин от кори достаточно. Сейчас на складах более 500 тысяч доз. Весной закупят еще миллион. Юлия Башкова, Вячеслав Смирнов, UATV.